Прежде чем начать ремонт на кухне, нужно определиться с ее стилистикой. Сегодня в программе «Архитектура стиля» расскажем, как подобрать кухонные фасады, поддержанный скандинавский и индустриальный стиль лофт. Минимум декора, функциональность, строгость форм и светлые тона – визитная карточка кухни в скандинавском стиле. Поэтому фасады используются матовые с ярко выраженной фактурой дерева. Особенно эффектно смотрятся различные фрезеровки по поверхности. Контурный рисунок позволяет добиться потрясающих эстетических характеристик. Яркие цвета в этом стиле используются для акцентов, а главным, конечно, является белый и множество его оттенков. Именно такая сдержанная и лаконичная стилистика оказалась близкой по духу к участнице нашей программы – Анне. Нравится скандинавский стиль своей чистотой и сдержанностью, никаких лишних деталей. Нравится белый цвет, добавляет пространство. Вся квартира планируется в таком стиле. Также Анна на стадии проектирования позаботилась об эргономике пространства. Духовка, микроволновая печь расположены в зоне комфорта хозяйки, чтобы не пришлось нагибаться. Люблю готовить, чтобы удобно было доставать противень и мыть духовку. Ну и по функционалу для расположения продуктов, посуды, все предусмотрели. И еще очень важный момент, без которого не обходится теперь уже ни одна современная кухня. Это система плавного, бесшумного закрывания шкафов – незаменимая вещь для хозяйки. В отличие от скандинавского стиля, кухня лофт максимально урбанистичный. Пространство обыгрывается элементами декора из металла, пластика, стекла, камня. И потрясающе впишутся в это пространство ультраглянцевые немецкие фасады. За счет особой технологии глубокого прокрашивания всех слоев создается стереоэффект поверхности, что визуально привлекает внимание, расширяет пространство кухни и создает эффект непрерывного блеска. Причем разнообразие палитры позволяет создавать самые смелые интерьеры. Но также для кухни в стиле лофт актуальны матовые фасады. Такую индустриальную романтику выбрали для себя Евгения и ее муж. Дизайн этой кухни увидели в одном большом магазине, когда ездили в Москву. И сразу влюбились. Но воплотить свою мечту удалось не сразу. По Красноярску поискали, готовых вариантов таких не нашли. Ну не было. Кто-то брался, говорил, можем сделать похожее, но столешница чуть-чуть другая, фасады не то чтобы черные, а больше серые. Через какое-то время на одной компании остановились, потому что взялись, сделали, подобрали именно нужные варианты оттенков, не испугались таких масштабов, потому что по габаритам кухня очень большая, столешница длинная по размерам. Мне нравится. По цене получилось, да, очень бюджетно. Но если сравнивать, по крайней мере, с тем оригиналом, который мы видели в Москве, то, что вот картинка, в которую влюбились, реализовали достаточно быстро и недорого. По сути, мы воплотили то, что увидели где-то, да, в каком-то крутом, таком дорогом магазине, а влатили более-менее в бюджетном варианте у себя дома. Специалисты крупной производственной компании, куда обратились Евгения и ее муж, учили все их индивидуальные пожелания. Подобрали цвет фасада, который был нужен, черный ясень, грамотно систематизировали и укомплектовали гарнитур. И в продолжении темы под свой интерьер также можно заказать индивидуальный шкаф-купе, который в крупной производственной компании, благодаря точным замерам и расчетам, сделают удобным и эргономичным. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Только до конца недели при заказе кухни и шкафа-купе скидка 50%. Беспроцентная рассрочка. Звоните прямо сейчас. 228 70 88. Продолжение следует...